Это программа «День с толком» в студии Софии Яценко. Приветствую всех, кто смотрит нас на телеканале и в ютубе. Смотрите в этом выпуске. Связанной одной цепью. Как скоро Алтайский край начнет помогать Луганской народной республике? У бабушек больше не дешевле. Сколько в Барнауле стоит пластиковый стаканчик клубники или жимолости у садоводов? На Алтае возбудили уголовное дело о гибели двух девочек в реке. Инцидент произошел 22 июня в Целинном районе. Как выяснили следователи, к реке Чумыш приехала компания-подростка. В школьники начали купаться в реке. И одна девочка, которая не умела плавать, зашла на глубоководье. Откуда ее снесло течение. Девочку попытались спасти подруга, но не смогла справиться с течением. Обе утонули. И по данным краевого следкома, погибшие ничего не употребляли. Воспитывались в благополучных семьях. Губернатор Алтайского края Виктор Томенко подписал соглашение о сотрудничестве с главой администрации славяносербского района ЛНР Сергеем Крамаренко. Глава региона находится сейчас в Луганской республике с рабочим визитом. И главная задача – обсудить помощь в восстановлении Донбасса. Соглашение предполагает работу в сфере коммунальной, инженерной, транспортной и иной инфраструктуры славяносербского района ЛНР. Добавим, что это не первый визит представителей Алтайского края на Донбасс. Двумя неделями ранее там побывала первая делегация, чтобы наметить первые объекты для восстановления. За нами коллеги уже в ближайшие единицы появятся, и наша служба заказчика для того, чтобы оцениться с подходами, с объемами, с темпом. Работу многое надо сделать, постараться в сезон, до наступления, скажем так, холодов. Но в любом случае разговор идет о широкомасштабной такой вот работе. Владельцы батутов в Барнауле готовятся к государственной регистрации. В скором времени этот бизнес должен стать более прозрачным. Наш недавний рейд по батутам города показал, что найти изъяны можно практически на любом объекте. Но некоторые из них могут привести к печальным последствиям. Подробнее в сюжете. Этот уже нельзя использовать батут? Нет, сегодня точно нельзя. Сильный ветер может привести к печальным последствиям. На этих кадрах недавний рейд нашего телеканала по батутам города. Уже год эти аттракционы в зоне повышенного внимания. В мае 2021 года это видео потрясло всю страну. На Докучаево батут подлетел в воздух. Пострадали маленькие дети. Одна девочка до сих пор в тяжелом состоянии. Во взрослую жизнь она заберет последствия халатности взрослых. Сегодня работа батутов почти никак не регулируется законодательством. Что касается аттракционов, это такое некое серое поле. Многие игровые комплексы получают формальные разрешения. То есть освидетельствования. Поскольку в Алтайском крае соответствующих организаций, которые проводили освидетельства, нет. Но это скорее всего некая дистанционная форма. Это сродни такому медицинскому осмотру, когда за 5 минут 10 врачей и желательно за 200 рублей. Наш рейд также выявил. Как правило, за порядок на аттракционе отвечает кассир. Могли бы рассказать, какая документация у вас есть на батут? Ну, у меня никакой нет. То есть у начальства, у администраторов, у начальников. А при сборке ежедневной вы какие-то проверки осуществляете батута? То есть есть какой-то регламент вообще в целом какой-то? Вы инструктаж или обучение проходили, то есть у работодателя? Нет. В этом году все батуты необходимо поставить на учет в гостехнадзоре. В зависимости от степени риска до 9 июля или до 9 октября. В скором времени многим батутам в Барнауле придется все-таки свернуться. Так, например, в одном из парков семейного отдыха с предпринимателем была проведена профилактическая беседа, после которой он вообще решил прекратить эксплуатацию аттракциона. А пока предприниматели выжимают из аттракционов последние деньги. Ведь ясно, что далеко не все батуты внесут в реестр. Госрегистрация выявит, где был куплен аттракцион, год его выпуска, а также другие характеристики. Эта информация будет доступна и потребителям. Но даже после регистрации владельцы батутов могут надуть клиентов. Ведь эксплуатация аттракционов – это не только полученный вчера документ, но и то, как сегодня будет натянуто крепление. Вероятно, без общественного контроля здесь не обойтись. Ирина Корчагина, Алексей Фризин. День с толком. Субсидию в 500 тысяч рублей могут получить алтайские туроператоры. На господдержку вправе рассчитывать те, кто организует туры в приоритетной территории края. Какие относятся к их числу и есть ли какие-то плюсы от нового регионального проекта для туристов – в сюжете Елены Макаренко. Доходят до основного места добычи. У них, конечно, масса впечатлений. Когда они выходят, они довольны. Краснощоковский район – знаменитые шахты Акинфия-Демидова. Рудная Алтай – территория, которая может принести своего рода кэшбэк местным компаниям, организующим туры. Новый механизм господдержки разработало Краевое управление по туризму и курортной деятельности. Оно готово предоставлять туроператорам субсидии на компенсацию расходов. Правда, для этого последним нужно соблюсти ряд условий. Основные из них – легальная туристическая деятельность, отсутствие долгов по налогам и штрафам, зарплата у наемных работников не ниже мрот и, главное, организация тура в одном из восьми приоритетных для развития туризма районов. В чем заключается эта программа? В том, чтобы наши туроператоры, скажем так, сопровождая туристов в данной территории, таким образом перераспределяли туристический поток, с тем, чтобы инфраструктура там развивалась, развивались наши коллективные средства, развивались объекты показа. А наши туристические территории, которые слишком много туристов принимают, они таким образом возгружались. Программу поддержки туроператоров, подобной нет ни в одном другом регионе Сибири, разработали год назад. И пока этой мерой воспользовалась лишь одна алтайская компания. Ей вернулось 500 тысяч рублей. В этом году, надеются авторы проекта, своеобразный бонус смогут получить больше участников рынка. К слову, туроператор-первопроходец намерен вновь участвовать в программе. Немножко получается у нас внутренний турпродукт, он не рыночный, потому что у нас инфраструктура совсем отсутствует. Поэтому, чтобы быть конкурентным, наверное, механизм субсидий подходит. Тем более, субсидии – это когда ты сначала тратишь и продаешь, в принципе, а потом тебе это возмещают. Нам, например, нравится больше такой подход, чем гранты, когда вообще ничего нет, тебе дают денег, и еще не понятно, какой результат будет. По словам туроператора, вернувшиеся средства, они инвестировали в разработку новых маршрутов и как раз-таки в инфраструктуру отрасли. Авторы проекта надеются, что таким образом поступят и другие его участники, чтобы в дальнейшем местным компаниям удалось удешевить стоимость уже самих туров. И в таком случае выигрыши будет конечный потребитель. Сейчас за пять дней отдыха на Алтае туристы отдают в среднем 40 тысяч рублей. Елена Макаренко, Андрей Печоркин. День с толком. К другой теме. В Алтайском крае задержали подозреваемых в хищении нефтепродуктов. Об этом сообщают в МВД. По предварительной информации, злоумышленники незаметно создавали излишки топлива путем его недолива потребителям. А затем вывозили горючее. Подозреваемые обманывали водителей и свое руководство с 2018 года. Хитрую схему организовал работник фирмы, которая занималась техническим обслуживанием автозаправочных станций в городе Барнауле. Мужчина был хорошо знаком с управляющими ЗС, поэтому вместе с сообщниками внес изменения в программное обеспечение на автозаправках. Нашими сотрудниками были проведены обыски по местам проживания фигурантов на автозаправочных станциях и в помещениях, где хранилось похищенное. Изъяты микросхемы, установленные на топливораздаточных колонках и специально оборудованные пистолеты для слива топлива. Также было обнаружено более трех тонн нефтепродуктов и два грузовых автомобиля, предназначенных для их перевозки. Следователями возбуждено уголовное дело по статье «Кража с проникновением». Подозреваемые находятся под подпиской о невыезде. Мораторий закончился, а теперь должников за электроэнергию вновь имеют право отключить от ресурсов. По словам специалистов Барнаульской гороэлектросети, тех, кто не платит, 1% от всего абонента. Но ежедневно электромонтеры получают порядка 30 нарядов на отключение. Кто попадает в разряд должников и быстро ли можно вернуть свет в дом? Расскажем далее в сюжете. Утро жителей частного дома по улице Панкратова началось со стука в ворота. За электроэнергию абоненты не платили три года. Накопили 40 тысяч рублей и продолжали пользоваться электричеством. Помог мораторий, который вводили на время пандемии. Но сегодня они остались без света. Отключаем! На этот раз жители восприняли отключение спокойно, хотя такое, по словам электромонтеров, бывает редко. Некоторые агрессивно относятся сразу же в агрессию. То есть, выталкивают. Коллеги рассказывали, что и с табуретки могли снять. То есть, например, щечек высоко и находится. Чтобы его отключить, приходится лезть наверх. И запросто тебя могут снять с табуретки и все, и выгнать. Визит в этот красивый дом также закончился отключением от электроэнергии жильцов одной из квартир. Специалисты говорят, должников и среди людей обеспеченных достаточно. Здесь накопили порядка 13 тысяч рублей. Дверь не открыли, но электромонтеры имеют право отключить свет и без наличия жильцов в квартире. Тем более, за месяц до отключения их не единожды уведомляют. СМС-оповещениями, по электронной почте, заказным письмом и даже лично в руки. Ограничение – это уже крайняя последняя мера, когда уже потребитель не выходит на контакт или никак не реагирует на наши замечания о наличии задолженности. Начинается задолженность с периода не менее трех месяцев. Как это так отключать? Не, я не знаю, что я звоню. Так, сайте, гуляйте. В этом многоквартирном доме на Малахова электромонтеров встретили неласково. Но свет здесь все равно отключат. А вот чтобы вернуть себе это благо, должнику придется оплатить не только долг. Согласно законодательству, он должен оплатить не только дебиторскую задолженность, но также должен оплатить затраты, связанные с введением ограничения и потом подключения. То есть в настоящий момент эта сумма 1100 рублей. Специалисты уверяют, что многие должники довольно быстро реагируют на отключение электроэнергии и едва ли не в тот же день вносят оплату. К слову, им идут навстречу. Свет возвращают буквально за сутки после погашения долга, хотя по закону могут это делать в течение 48 часов. А если абонент вдруг решил пойти в обход компании и подключиться самостоятельно, то это ненадолго. Электромонтеры вернутся. Но тогда абоненту начислят штраф уже за энерговоровство. Суммы штрафов большие и достигают порой десятки тысяч рублей. Татьяна Голубева, Александр Антропов. День с толком. Приемная кампания стартовала. Университеты ждут выпускников, но те пока не торопятся. Еще не все абитуриенты узнали результаты ЕГЭ, поэтому документы приносят иностранцы, барнаульцы 40+, и молодые мамы. Анастасия Наборщикова узнала подробности сразу у трех вузов краевой столицы. Химфак Павел окончил 15 лет назад, но сегодня вновь решил стать студентом. С документами Варфоломеев пришел в АГУ на магистратуру. Выбрал специализацию химических технологий. Сейчас ситуация такая в стране, что за химией будущее. В общем-то надо развиваться, расти дальше, получать дополнительное образование. Химическое производство растет. И требуются специалисты. Я хочу быть на этой волне. В 2007 году Варфоломеев окончил специалитет химфака. Потому 40-летний папа рассчитывает на бюджетное место в магистратуре. Всего их 15. Молодые бакалавры задают конкуренцию. К нам уже более 300 документов заявлений поступило. В том числе от зарубежных абитуриентов, ну и от выпускников прошлых лет. От зарубежных это какие? Ну, на данный момент это страны Центральной Азии. Это Таджикистан, Казахстан, Узбекистан, Азербайджан. Кстати, магистрантов ждут охотнее. Особенно IT-специалистов, историков и, например, генетиков. Указом президента месяц назад дополнительно выделили 30 тысяч бюджетных мест. Страна находится в состоянии проведения вот этой специальной военной операции, которая очень важна для страны. Соответственно, очень важны сейчас инженерные кадры, потому что против страны различного рода санкции применяются. И собственные инженеры, собственное производство очень важно. В техническом университете бюджетных мест больше всего на строительном факультете. В опорном вузе это институт биологии и биотехнологии, а в педагогическом – институт психологии и педагогики. Кстати, по поручению Путина дополнительные места в магистратуру получили все. АГУ и АЛТГУ больше сотни, ПЕД всего 25. Среди абитуриентов педагогического университета есть и десятиклассники. Кто-то узнает о направлениях и вступительных экзаменах. Некоторые решают, стоит ли идти в 11 класс. Мы просчитываем все варианты, чтобы было, то есть 100% чтобы мы поступили. ЕГЭ – это дополнительный стресс. Сегодня только пришли результаты по обществу, а вы знаете, что в вузах существуют минимальные пороги. И у нас сегодня достаточное количество звонков, что пока не знаем, как эту информацию проанализировать, дети не набрали минимальный порог по обществу. Такие результаты не дают поступить даже платно. Потому члены приемной компании предлагают другие факультеты и даже профессию. Исключений здесь быть не может, ведь документы подают не только школьники. В списке на зачисления – выпускники колледжей, взрослые люди и молодые мамы. Анастасия Наборщикова, Алексей Фризин. День с толком. Кстати, стоимость обучения в этом году выросла. Правда, для студентов и сразу на 4%. Будущие студенты оплатят первый год учебы по цене прошлого. 97 тысяч рублей – стартовая цена высшего образования в регионе. Потолок в каждом вузе разный. В Алтгуд – 190 тысяч. Такова цена за музыкальное и дизайнерские направления. В педагогическом – это физкультура – 143. Свыше 200 на дизайне в техническом вузе. Дороже только стоматология в меде – 257 тысяч рублей. Интересно и соотношение количества студентов на бюджетной и платной основе. Меньше всего за учебу платят в педагогическом – четверть учащихся. В Институте культуры и техническом вузе – около трети. В Алтгу – половина. Барнаул второй год подряд присоединится к всероссийской акции «Лучи Победы». Она пройдет уже завтра, 24 июня, в день первого Парада Победы на Красной площади в Москве. 16 прожекторов будут направлены в лучи в небо, и это будет символизировать память всех тех павших, которые ковали Великую Победу с 1941 по 1945 год. В 23.30 «Лучи Победы» устремятся ввысь в Нагорном парке. Акция пройдет во всех российских городах-героях и городах трудовой доблести. В Барнауле в ней примет участие почетный караул воинской части, студенты-волонтеры, а также представители предприятий – заводов АТИ, механических прессов, станкостроительного и других. Наш завод был эвакуирован из Одессы в 1941 году. И сразу же с колес, прямо в поле, мы начали выпускать военную продукцию. Все для фронта, все для Победы. 24 июня, в 23.30 ночное небо метнулся четыре прожекторных луча, как это было в Москве в дни празднования 1945 года. Квас со вкусом колы и святым духом. В России появится аналог популярного американского напитка. Проект уже в разработке и рабочее название – славянский квас «Колокола». Столичное издание уже называет компанию, которая займется производством отечественного напитка. Говорится, что каждую партию планируют освещать, а на этикетке изобразить церковный колокол. Напомним, что дистрибьютор зарубежного напитка объявила прекращение поставок и производства в России из-за военной спецоперации в Украине. А тем временем цена на садовую ягоду растет. Если в прошлом году стакан Виктории продавали за 100 рублей, сейчас минимум 150. Торговцы в основном бабушки. Говорят, цену диктует рынок. Из-за чего складывается стоимость клубники и жимолости, расскажем далее. Как тут основная масса торгашей поставит цену, так вынуждены и бабушки ее придерживаться. Те, кто здесь постоянно торгуют, то есть те, кто занимается скупкой этой же ягоды у пенсионеров, у садоводов, и потом просто накручивают на нее цену, чтобы иметь какую-то материальную выгоду. Торгашей скупщиков мы сегодня не обнаружили, а вот бабули цену держат. И в среднем, в сравнении с прошлым годом, она выросла на 50 рублей. Пластиковый стакан жимолости из садовой клубники обойдется в 150 рублей. Маленькая майонезная ведерка в 300. А что вы в магазине-то не спросите, почему такие цены? Вот и спросите там. Бабушка вот продала, пошла в магазин, купила. Вот поэтому все это так. Затраты на нее стали дороже. Во-первых, чтобы купить какое-то удобрение, оно стало намного дороже. Семена тоже стали дороже. То есть вода, полив, все дороже стало. Электричество тоже дороже. Выходишь, потому что пенсии совершенно не хватает. Пока на стихийных рынках вдоволь виктории, жимолости и лесной земляники. Кстати, некоторые продавцы отмечают снижение цен на собранную в лесу ягоду. В прошлом году 500 рублей литр спокойно покупали. За ее просто в этом году много ягодей и все. Но опять же, не каждый готов продавать со скидкой. И объяснение этому тоже есть. Извините, а бензин тоже подорожал. За ней доехать нужно. Ну и естественно. И свой труд нужно уважать. Извините, ее собрать. Это самая тяжелая ягода. Чтобы купить витамины немного дешевле, взять надо больше. И это тоже диктует рынок. Кстати, знатоки нам сообщили, что нынче будет большой урожай вишни. И вот на нее цена должна упасть. Но это не точно. А может быть, ввиду вот этих всяких подсанкций косят, что ли, старухи. Ну не могу ничего сказать. У всех разная совесть. Один сидит, просит 300 за стакан, другой 150. Татьяна Голубева, Дмитрий Денисов. День с толком. В Барнауле состоялся закрытый показ фильма о турнире «Стюдент хоккей челлендж 2019», который впервые проходил в Алтайском крае, и где наша студенческая команда «Динамо Алтай» взяла золото. Тогда в наш город приехали команды из России, США, Чехии и Словакии. Международный масштаб приковал к хоккею внимание всего края. А в финале на льду встретились российские команды из Нижнего Новгорода и Барнаула. Кубок забрали наши. Фильм о том, как наша команда шла к победе в международном турнире, идет около часа. На закрытом показе собралась вся команда «Динамовцев» и их близкие. В планах авторов в будущем показать фильм на большом экране всем желающим. Это заставляет пережить. Конечно, посмотрел на себя со стороны. Опять же, ты же все это видишь своими глазами, а тут ты видишь со стороны на себя, на команду. Ну и опять же, многие моменты забываются, те нюансы, а здесь где-то не всплывали. И как ты ведешь себя и на лавке, и в раздевалке, и ребята как себя ведут в раздевалке. Игры-то есть, и в свободном доступе. Игры-то можно посмотреть. И те эмоции, которые внутри именно команды происходят, они вот в этом фильме отображены. А на этом у меня все. Телефон нашей редакции 205-545. Через несколько секунд о погоде. Спонсор прогноза – компания «Валар». До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok